Кыргызстан провел свои две игры и в составе Абдышатэ довольно много имен были включены в стартовый состав и вообще в состав сборной Кыргызстана. В составе играющий команд, дорогие друзья, 13-й Кутман Хадрбеков в воротах у Абдышатэ, 7-й Арген Джуматаев, 8-й Азим Азаров, 11-й Фархат Мусабеков, 14-й Нурламбек Сарухпаев, 25-й Магомед Тузденов, 26-й Асхарбек Салиев. Ну и я не успел даже закончить составы играющих команд и залетает мяч в ворот Абдышатэ. Ну как так-то, друзья? Ну и сразу же видим, да, Абдышатинцы обозначают, да, что несмотря на статус, да, вот несмотря на то, что домашней командой на бумаге является Абдышатэ, то есть Абдышатэ, то Абдышатэ, она играет у себя на родном стадионе при поддержке родных трибун и забивают они первый гол. Вот так вот, друзья, 1-0, а я продолжу составы озвучивать. Мирбек Ахматалыев, 32-й, он капитан команды, Азия Рахматов, 34-й, 70-й Атай Джумашев, 79-й Бельджан Сагамбаев, Ислам Ахмедов, главный тренер команды. Руслан Амиров, 93-й, в воротах О, Алги, Мустафа Юсупа, 2-й, Байаман Кумарбаев, 4-й, Азия Садыка, 8-й, Гульчагит Берубаев, 9-й, Андрей Долженко, 13-й, Бахтяр Дышепиков, 20-й, 22-й, Темир Булот Топаев, 29-й, Авазбек Уткиев, 30-й, Турснали Рустамов, Мирлан Бельбердинов, он играет под 71-м номером. Мирбек Шабданов, главный тренер Олги. Респект Шабданов, сегодня в качестве главного арбитра, Аталант Самсалиев, то есть Алмаз Бельбердухула, первый помощник, Азамат Садыбакасов, второй помощник, резервный арбитр матча, Нургазыч Олпанбаев, инспектор матча Юрий Ирошенко и комиссар матча Наталья Угрюмова. Для вас работает ваш комментатор, Актелек Джанчиев, ну и вот так вот, сразу же 1-0, ну и мы ждем, конечно, ответа от Олгинцев. Конечно, за такой маленький срок изменить многое нельзя, но иногда смена тренера, приход нового тренера дает импульс некоторым командам, и мы ждем, может быть, и у Олгинцев что-то изменится. Фархад Мусабеков забивает гол, на этот раз Мусабеков не вызван был в стан национальной сборной Кыргызстана, но мы знаем, что Фархад Мусабеков может дать многое команде национальной сборной, и если с его здоровьем все в порядке, непременно он, я думаю, будет вызываться в национальную сборную, тем более и в сборной у нас поменялся, друзья, тренер Максим Лисицын, главный тренер Дордоя, теперь будет работать уже в качестве главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Ну, если такими темпами, да, вот сразу же на первых минутах Абдушатинцы забили гол, я думаю, что пять мячей, которые были забиты матча первого круга, 9 мая, сегодня тоже можно ожидать. Олгинцы с мячом. Верхом следует передача вперед, цепляется впереди Абдурс Нали Рустамов, он сегодня играет в центре нападения. Абдушатинцы прибирают мяч своим ногам, спокойно они контролируют с веру, но это их отличительная сторона, да, команда любит владеть мячом, чуть было не ошибается, здесь Магомед Узденов чуть не подвел Асхарбека Салиева, но Салиев сумел в подкате выбить мяч за боковую линию. А вот разыгрывает Олгинцы, на левом фланге мяч, сразу два футболиста настигают Олгинца и спокойно Абдушатинцы мяч смогли отобрать. Прижимают оппоненты Олгинцы к своим владениям Абдушатинцев. Даже не успел я нормально, да, посмотреть вот голевую комбинацию, как так получилось, что пропустили, да, вот. Да, мы смотрим далее. Салиев возвращает назад мяч. Бигджан Сарбайф играет вверхом, Арген Джуматай владеет мячом, снова передача на фланг, Бигджан Сарбайф подключается к этой атаке Салиев. Направо следует пас и проникающая передача, опять же видим большой, большой брешь в обороне у Олгинца. Вверхом следует пас, но здесь спокойно должен мяч забрать Руслан Амиров, что он и делает спокойно. Ну, Амирову не позавидуешь, да, прекрасный голкипер, наилепытнейший, но из-за игры своей команды пропускает он много, но вопросов в его сторону, конечно, не должно быть в тех моментах, где он может спасать, он спасает. Если бы не он, я думаю, и больше еще пропустили бы Олгинцы. Ну, последний тур, да, вот, перед паузой, в десятом туре Олгинцы сумели одержать победу здесь оффсайд. Узденов предоставил отдых Ислам Ахмедов тем игрокам, которые сыграли за сборную Кыргызстана, тот же Христиан Браузман, Гайраджиргал Бекулова, Аман Туршамурзаев, Ирлис Батырканов, они все находятся в резерве сегодня, но если в случае, если нужно будет усиление команде, я думаю, что они появятся, да. Туршамурчар и Ив также сегодня в резерве, игрок стартового состава, девятая минута, Абдешата впереди, 1-0. Вот так вот начинают команда Абдешата, ну, по мнению очень многих, да, любителей Кыргызской премьер-лиги, здесь хорошая обработка мяча, проход дальше, амурбет Ахматалиев. Удар последовал, сильнейший удар, но мяч прилетает мимо ворота, пробил поворотом Нурлан Бексархпаев. Алгас, мячом. Хороший пас налево, будет первым на мяч алгинец Андрей Долженко. Сам идет вперед и предсказуемо действует слишком. Андрей Долженко, и вернуться он назад не успеет, а вот он в шатинце. Смогут ли выйти в быструю атаку, перевод налево, перехват следует уже по воротам. Удар состоялся, но здесь спокойно подмога Дорбеков все контролирует. Бывает, да, иногда ситуация, когда галкипер очень далеко выходит из ворот. За шиворот, да, галкипер иногда могут забить футболиста с центра поля. Бывает такое. Бренджан Сагмбаев, Ахмат Алиев оттягивается назад. Ну, мы привыкли, да, к тому, что центрального, номинального центрального нападающего исполняют во Душете все, но не центральные нападающие. Хороший проход. Компактно обороняется алгинца. Ну, я думаю, что Амирбику Шабдану нужно время. Тренинская чехарда, частая смена тренеров, она ни одной команде на пользу не идет. Поэтому и посмотрим, что же будет с командой. Был слух о том, что Алгу возглавит иностранный узбекский специалист. Говорили даже, что он приехал здесь, то есть Бишкек уже находится здесь. Но видим, что отечественный специалист возглавил команду. Вчера один матч у нас состоялся, друзья. Девчи сыграли Сошмолдьер с счетом 1-1. То есть 2-2 сыграли эти команды. Результативно начался 11-й тур. А Бишкета 24 балла у этой команды и на первом месте находится. Каннская команда. Дордой на второй позиции 22 балла. У них на один матч больше. И Мурас Юнайдет на третьей позиции у них также на один матч меньше, чем у Дордой. Дордой 10 матчей. У Абдышат Юнайдет по 9 матчей позади. Как раз-таки у них перенесенный матч остается в запасе между собой. Аллай на четвертой позиции. 18 очков у них. Невчи на пятой. Талат на шестой. И Либерс на седьмой. Алга на восьмой позиции. Ушмолдьер на девятой. И Кыргазалден замыкает турнирную таблицу, имея в активе 6 очков. Отличный перевод на Аталью Джумашеву. Но Джумашев, конечно, не успел. Сильная получилась передача. Сыдыхав. Давно мы не видели Азиза Сыдыхава. Мустафу Юсупова, стартовый, бывший игрок национальной сборной Кыргызстана. Отличный защитник. Но последние периоды у Юсупова то игровой практики не было, то травму получит. Но если он наберет форму, конечно, Алгеева такой футболист очень нужен. Мустафа Юсупова сегодня в стартовом составе. Вот он. Направо следует пас. Мяч снова у галкипера. Джуматаев. Снова мяч справа. Прекрасная поддержка, да, как всегда у местной команды. Абишатэ любят в Канте. Свою родную команду поддерживают очень здорово. Проход по правому флангу тем временем. Привыкли мы видеть, да, там Тарято Джигалбекову. Но его сегодня нету возможности. Вот Юсупов в подкате остановил соперника. Агрессивный защитник, очень такой, как бы сказать, обладающий хорошими навыками обороны. Мустафа Юсупов, как я уже отмечал, если он будет в хорошей форме, непременно понадобится. Так как футболист этому составал. У Волги, куда ни посмотри, то звезда. Мирла Мурзаев покинул команду. Что только не говорили, да, о ситуации в Волге. Я не буду подробно останавливаться на этом. И так, проблем у этой команды хватает. Но Мирла Мурзаев по собственному желанию, как мне сказали, покинул бичкекскую команду. Жалко, конечно. Легенда кыргызского футбола на данный момент находится без клуба. Интересно, где он продолжит свою карьеру. Садыков. Игра успокоилась, друзья. Ну, а вот быструю свою возможность использовали. Абершатинцы и счет у нас 1-0. Ошибка. Джуматаев. Никуда он не спешит, не форсирует события. Фархат Нусадбеков направо. Атай Джумашеев. И мяч остается в игре. Удар-поворот. Джумашеев до конца отыграл. На Нурландика Саракбаева была его передача. И Саракбаев не смог попасть точно в поворот. Возможность была хорошая. И расстояние до ворот было довольно опасно. Рауль Джарилов находится в тренерском штабе ОЛГИ. Талант Самсалиев и Рауль Джарилов. Ну, талант Самсалиев. Он абсолютная легенда кыргызского футбола. Работает здесь. В ОЛГИ. Что касается у теннисского штаба Абдышатэ. Виталий Зубарев. Там есть. Хуршит Лутву Лайф является директором Абдышатэ. Борьба в центре. Нарушение правил свистит арбитр. И назначает штраф. Бахтяр Душебеков. Хорошего правила. Лучше бомбардир своей команды. Бахтяр Душебеков. Вышен штатный исполнитель 11-метровых ударов. Биг Джан Сахбайф отыграл назад. Чумашев возвращает мяч назад. Ну, мяч не теряют, да? Контовчане. Иногда, когда смотришь футбол, еще многие злятся, да, зрители? Зачем отдавать назад? Почему не идти вперед? Не знаете, друзья, говорить за кадром это одно, но одним из важных действий для футболиста это является владение мячом, да? И в случае, если будут идти передачи все время вперед, то это чревато большим количеством потерь мяча. И когда вот отдаешь передачу назад, это как раз так и в расчете на то, чтобы сохранить мяч и найти какое-то пространство для построения атаки заново, да? Вот идешь вперед с комбинациями. Ну, тем временем уже в параллельном матче тоже гол состоялся. Быстрый мяч. Игроки Таланта с нами еще открыть. Напомним, параллельно у нас проходит матч Ильберса и Таланта. Завтра у нас также один матч назначен Дурдой у себя дома. На спорткомплексе Дурдой сыграет с командой Кыргызалтым. И на этом у нас завершится 11-й тур. Затем у нас, друзья, стартует матч Кубка Кыргызстана. Затем уже стартует 12-й тур. 18-го числа матч 14-го тура состоится. По ногам получает игрок Абдышаты. Арбитр показывает, что нужно вставать. Все в рамках правил было сделано. Вот Мустафа Юсупов сначала попал по мячу, потом по ноге соперника. И понимает, да, Мустафа, что нарушил правила. И видим, что он быстренько извиняется. Хлопает по плечу оппонента. Ну, игроки на поле, они прекрасно друг другу знакомы. Тот же Фархат Мусабеков, Хутман Гадырбеков, Айзар Ахматов, Тайджумашев, Бейкджан Санумбаев. Сколько матчей они сыграли вместе с Мустафой Юсуповым, например. С Азиз Гусабековым, с Бахтиаром Душабековым, с Турфнали Рустамовым. Это игроки, которые создавали когда-то историю, как говорится, футбола. Особенно в 2019 году, да, на Кубке Азии. Каждые несколько лет история, наша национальная сборная переписывается по-новому. Обновляются рекорды, обновляются достижения. И вот как раз-таки последним событием стало то, что наша сборная команда, как вы знаете, отобрались в третий раунд отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года. Также прошли финальную часть по Кубке Азии 2027 года. Замечательное достижение. И я думаю, что на этом мы задерживаться не будем. И еще раз, через несколько лет, может быть через год, сможем переписать историю нашего гыргызского футбола. Ну и параллельно с национальной сборной, друзья, должна развиваться гыргызская премьер-лига. Благо, что сейчас хорошая возможность создается для команд, для клубов. Новые стадионы будут. Я думаю, что будут и улучшения в плане инфраструктуры, в плане предоставления услуг, да, в сторону футболистов. Те же вопросы логистики, те же вопросы размещения команд. Все будет, я думаю, на самом-самом высоком уровне. А здесь перехват какой. Ошибка Алгинцев и Юсупов отчаянно стелятся в подкате. Передача совсем не точная. Джимотаев на подборе. Но смогли разобраться. Алгинцы с этим наскоком. Каннской команды. Салеев сыграл на Бигджана Саганбаева. Саганбаева возвращается снова назад в мяч. Назад. Слава следует пас. Ну вот, видим, да. Игровое преимущество полностью находится у Абдушатинцев. Сегодня Азим Азаров, да, вот, казалось бы, опорный полузащитник. Центральный полузащитник. Сегодня играет с Асхарбиком с Алиевым в центре обороны. Справа Ахматов Айзар. Слева Бигджан Саганбаева. Прострел хороший. Ассайд. Хотелось бы, конечно, чтобы Алга нашла свою игру. Победа, да, в последнем туре, она не вовремя, да, в этой команде. Вот если бы не было перерыва вот на моральном подъеме после этой победы, в последнем туре, да, я думаю, алгинцы смогли бы продолжить свой победный путь, но сравнивать Абдушатю и Алгу, на данный момент они находятся в разных весовых категориях. Я думаю, сейчас сравнивать не стоит, да. В будущем, может быть, да, но не сейчас. В последнем туре алгинцы смогли разобраться с Кыргазалтыном. Кыргазалтыном. Кыльчигит Борюбаев единственный гол забил в той встрече. Сегодня он старт в составе, но пока что Кыльчигита особо-то и не видно. Двадцать третья минута. Абдушатин продолжает катать мяч. Пока без особого количества опасных моментов, но это дело времени. Дюмашев не смог убежать от соперника. Это Дюмашев. А здесь нарушение правил в атаке. Нурламрик 45, да, кажется? Очень удобная локация, вот Нитроарена, да, здесь есть такая небольшая вышка. Оттуда смотреть и комментировать одно удовольствие, но, к сожалению, сейчас у меня не получилось там оказаться. Поэтому иногда вот игровые номера издалека особо незаметны мне. Поэтому могу иногда ошибиться с номерами футболистов. Хотя, казалось бы, да, позиции известные. Например, Алга играет 4-1, 4-1, да, скорее всего. Вот Долженко, Кумар Байулу, Юсупов и Аткиев. На линии обороны Садыков над ними, Душебеков и Бекбердина в центре поля. Темир Булот, Топаев справа, Гуджгид Бурбаев, Суберибаев слева. И Торсиналиев Стамов в центре атаки. Такая расстановка у Алги. У Абышатинцев почти идентичная расстановка. Также 4 защитника. Сады Мбаев, Азаров, Салиев и Ахматов. У Сденов над ними, Мусабеков и Джуматаев в центре полузащиты. Нурланбек, Сархпаев справа, Атай Джумашев, то есть Сархпаев слева, Джумашев справа. И Мирбек, Ахматалиев в центре нападения. Несмотря на то, что уже пол седьмого вечера, очень такая, не то чтобы жаркая, да, вот такая вот погода, как будто перед дождем, да, бывает душная, да, погода. Это очень неудобно для футболистов играть в такую погоду, но тем не менее, вечерний матч, они очень хороши. Мы привыкли, да, вот, что трибуны очень заполняются у Абвышаты, когда они проводят матчи здесь. Но сегодня из-за того, что рабочий день, я думаю, что сейчас пока что не так много зрителей, но ко второму тайму, я думаю, зрителей станет еще больше. Справа мяч, в центре теперь Судыков меняет фланг атаки, играет на Байомана Кумарбай, ооо, Байоман дальше, на Долженко. Долженко зарабатывает аут для своей команды. Ази Мазаров, хорошую передачу, отдавал в центр Амиров. Судыков ходит из ворот, борьба на втором этаже, ставил корпус Тимир Булат-Топаев, а нет, это Бурюбаев. Кстати, Бурюбаев оказался справа, но меняется флангами, видимо, Тимир Булат-Топаев и Гульчикет-Бурюбаев. Вот у нас справа фланга теперь играет, на правом фланге играет Гульчикет-Бурюбаев на ближнем плане. Можно его заметить, Судыков, неточный пас. Не понял ли здесь такого футболиста на Лге Бигджан-Сагамбаев сыграл на Магомеда Уздьянова. Дальше на Мусабекова. Мусабеков возвращает мяч назад. Очень интересный, да, собеседник Мусабеков. Вот недавно Тимир Булат-Топаев выпустил подкаст с участием Бексултана Усиналива и Фархата Мусабекова. Очень содержательная такая беседа получилась длиной в один час. Многое можно узнать посредством этого интервью, этого подкаста. Советую любителям кыргызского футбола в Ютьюбе посмотреть данный подкаст и оценить карьеру Фархата Мусабекова. Заслуженный человек в нашем футболе, участник Кубка Азии 19-го года. И не просто участник, а один из самых для меня, один из самых лучших футболистов. Тончайший игрок, очень классные передачи он вырезает иногда. Такие передачи можно, я думаю, даже в топликах увидеть, да. Тем временем 30-ая минута, друзья, полчаса позади. Один единственный забитый гол Фархата Мусабекова пока что. Нас обрадовал, но в дальнейшем пока что. Сигнал у них все хорошо, но они хотят стрим, получается, 50 у них идет на 25 синих. Нет. Нет. И этот интершум чисто получается у стадиона без комментатора. Кумар Байуло подключает Андрея Долженко. Долженко Байкаф. Вот как в Мурбайуло только сейчас мячом оказывается. Неточный пас Байомана. Много длинных передач. Видим. Справа от мяча уже. Азимазаров. Левоногий ворок. Левый центральный защитник. Ну, видим, что он универсален, да. Неплохо так себя показывает в центре обороны. Азимазаров. Алга перехватывает мяч. Справа идет атака. Навес, опять же, не точный. Много брака. Видим, исполнение алгинцев. Азимазов. Куткейв. Подключился к этой атаке своей команды. Ну, от Кейва хорошие пасы имеются. На самом деле, он здорово исполняет штрафные удары. Угловые. Длинная передача хорошая. Сармбаев простреливает. Мирбек Ахматалифа переделал. Баймана Хумарбаеву. Но далековато мяч от себя отпускает. Турснали Рустамов. Ну, вот насчет игры Рустамова. Нет вопросов. Ай-яй-яй. Ну, что за обработка. Обработка. Классная передача со стороны Турснали Рустамова. Но Теймир был такой... Я не знаю. Может быть, не рассчитал, да, траекторию полета мяча. Немного опередил он мяч. Забежал вперед. И впоследствии он мяч потерял. Хотя, атака была красивейшая. Могла получиться. Вот про Турснали Рустамова вопросов к нему очень мало. Потому что, смотря на не самую лучшую игру своей команды, Турснали Рустамов отдает себя полностью во всех матчах. Очень старается проявить себя. Не отбывает номер, да, как говорится. И очень приятно, да, что один из ветеранов нашего футбола находится на таком... В такой форме, да, как сейчас. Я думаю, что если у Турснали Рустамов играл в более сыгранной команде, он был бы очень результативен. И записал бы на свой счет несколько результатов интимных действий. По крайней мере, к этому Туру. Марбай Луна, Юсупова. Центр. Один силы хав. Долженко. Мяч ушел. Айзар Ахматов. На Кутмана Кадрбекова. Кадрбеков играет снова на Бегджана Сагамбаева. Сагамбаев выбивает направо. Классный пас. Ну, все было сделано очень здорово со стороны Сагамбаева. Мяч не потерял. Сохранил. Отдал классный длинный пас. Фархат Мусабеков с мяча. Заброс. Такой этот, да, как бы говорится. Черпачок. Черпак со стороны Фархата Мусабекова. Задумка была хорошая, но он в целом не успел к мячу. Новомбек Сарахпаев. Уздянов очень высоко оказался в атаке. Помогает своей атаке Магомед Уздянов. Перепасовка хорошая. Атайджумаша получает по ногам. И штрафной довольно опасный будет. Сколько там метров до ворот? 16, где-то 20-21 метр, да? Отсюда можно, конечно, прямиком отправить мяч в ворота. Магомед Уздянов у мяча. Магомед Урландбек Сарахпаев также. И Грибек Ахматалиев тоже будет исполнять. Фархат Мусабеков также у мяча. Так, смотрим за этим розыгрышем штрафного удара. Ну, скорее всего, последует и удар, мне кажется. Узденов один остался, или кто там? Нет, Мусабеков один остался, кроме мяча. Сколько человек в стенке там? Четыре человека в стенке. Также видим, два человека у Абдышаты стоят в стенке, ну, это понятно, да. Чтобы отличь внимание, чтобы галкипер не видел, да. Мусабеков, удар хороший, Амиров, вытягивается и выбивает мяч на угловой. Опасный удар был, довольно. И посмотрим за розыгрышем этого углового. Нурламега Ксарахпаев, скорее всего, будет исполнять. Итак, подача на ближнюю штангу. Справились Олгинцы. Ошибка. Топаев не добрался на мяча. Абдышата снова возвращает мяч под владение. Узденов назад отыгрывает. Дюмашев. А, вот будет пульзат Дышата. Азаров. Узденов. Что интересно, вот фланги, да. А так, Абдышаты не очень-то и высоко подключается к атакам. Тот же Сарамбаев и Азимазаров. То есть Айзарахматов. Ну, Айзарахматов, понятно, да. Он играет, может играть и в центре, и на фланге. Не особо-то и любитель идти в атаку. А вот Бигджан Сарамбаев, это игрок, который переквалифицировался позднее, да, в своей карьере в игрока оборонительного плана. Хотя он начинал, как я помню, в Дордуэм на позиции атакующего футболиста. То есть, когда там девятый номер, да, если я не ошибаюсь, на сегодня. Но при помощи Александра Кристинина, тот же Харят Джигалбекулу и Бигджан Сарамбаев научились, как бы сказать, заново играть в обороне. И неплохо себя проявлять именно на позиции крайнего защитника. Нарушение правил. Андрей Долженко нарушил правила на фланге. Ну, отсюда удар, конечно, не последует. Ну, довольно опасно будет. Концовка тайма, друзья, 38-я минута встречи. Счет 1-0. Сденов. Сденов. Низа. Возможность хорошая. И угловой еще один будет. Ну да, угловой. Респект Шетербеков показывает на сторону углового флажка. И еще один стандарт будет сейчас исполнять Абдешата. Ну, я думаю, что Абдешата, футболисты Абдешаты, эта команда вообще намеренно, да, как-то не включается в игру. Просто вот видим, владеет мячом, ищут более слабую позицию соперника, но не фальсирует события. Если команда пропустит, я думаю, что Абдешата имеет запас прочности на то, чтобы усилить натиск, да, на ворота соперника. И если надо, эта команда сможет забить против такой Алги. А вот Алга пока не может пройти оборону Абдешаты. Абдешаты здорово обороняются, все контролируют. И трудно, конечно, взломать такую оборону, хотя вот матч с Зордоем, да, был большим примером для других команд. Как взломать оборону Абдешаты? Что там 3-0 закончилась эта встреча? Никто не ожидал, да, что Абдешата вообще проиграет, да, с такой игрой? Но это случилось. Это случилось в матче с Дордоем. Но после этого матча, после этого поражения Абдешатите, я думаю, сделали правильные выводы. И такое себе теперь подопечные Слама Ахмедова не позволят. Умарбаев, ну, найдем Садыков, Азиза. Садыков направо. Юсупав верхом отдает передачу. Топая будет первым, нет, не первый. Бигджан Санбаев опережает соперника здорово. И мяч уходит в аут. Сороковая минута, друзья. Ну, Баб Пауз, так как бы... Больших не было здесь моментов. Нет, а вот Мангадрбеков вовремя выскакивает, мяч забирает. И, кажется... А, нет, все в порядке с Турснелем Рустамовым. Ну, Рустамов Турснелем, он очень... Угрок, который может здорово играть на втором этаже. Справа, Джумашев. Джумашев был в сборной, но ни минуты в двух матчах не сыграл. Что и это, казается, и Магомед Муздем. Справа находится мяч. Атай Джумашев поспешил немного Атай. Неточный пас отдал. И далее уже заново выстраивать свою атаку будут футболисты Абдушхаты. На правом фланге. Ну, активен правый фланг зачастую у Абдушхаты. Это и понятно. Там у нас Атай Джумашев один из лидеров своей команды. Даже несмотря на довольно молодой возраст, Атай Джумашев является одним из старожилов этой команды. Один из новейших легенд этого клуба. 70-й номер этой команды. Атай Джумашев. Любители внутреннего первенства Кыргызстана прекрасно знают Атай. Такую игру, которую показывают в сборной. То есть в клубе у него не получается показывать в сборной Кыргызстана. Бывают такие случаи, что игроки, которые классно играют в клубах, не всегда так же классно себя могут проявлять в стане национальной сборной Кыргызстана. Такое бывает даже и, если брать практику европейского футбола. Такое тоже бывало. Теперь интересно, да? Одна из игроков тоже возглавит пищевки Дурдой. Завтра у них матч. Пока информации насчет этого у нас не имеется. Заброс. Руслан Амиров. Топаев. Каснулся мяча. Узденов. Джумашев справа. Айзер Ахматов. Снова Узденов. Классный пас. Нурбеках Маталиев налево. Нурландбек Сарапаев. Проникающая передача. Но защитники Алги этот ход события предопределили. Прочитали, да, как говорится, в футболе. Викджан Сарапаев хорошо на подхвате. На перехвате, если быть точнее. Джумашев против него вдвое. Удар. Узденов пробивал. Мяч оказался легкой добычей. Руслан Амиров. Алга была в атаке. Ничего не получается у алгинца впереди, друзья. Ничего. Абсолютно. Азиз Садыков отдает не точную передачу. Узденов ждет мяча. Нет. Ази Рахматов играет вперед на Атая Джумашева. Борьба на втором этаже. Арген Джуматаев. Долженко. Мяч перехватил, но отдал не точный пас. Азим Азаров. На Бенджана Сарапаева. Сарапаев. Азарев. На Узденова. Узденов снова же верхом направо. На Атая Джумашева. Догонит мяч, да? Догнал. Атая Джумашев пытается накрутить Долженко. Прошел его. И заработал угловарь. Последняя минута основного времени. Сколько добавит арбитр? Пока нам неизвестно. Но пауз вообще не было. Ну, как бы длинных пауз, да, как говорится. Арген Джуматаев будет подавать этот угловой. Джуматаев. На вес. Удар. Быстро разыгрывает мяч Руслан Амиров. Опережает Топаева. Нурлан Мик Сарапаев. Тевер был от свеча. Назад сыграл он от Киева. Дощабеков снова от Киев. Байоман. Хороший пас вперед. Здесь Берюбаев вырезал. Пытался вырезать слева передачу в центр штрафной площади. В сторону 11-метровой отметки. В сторону Турстали Рустамова. Ну, опять же, брак. В пасе, в передаче. Что там случилось? Мяч сдулся, что ли? Или что там? А, ну да. С мячом некоторые проблемы возникают. Распект Шагербеков на ваших экранах. Три минуты. Из которых уже почти полторы минуты истекли. Салеев сыграл на Айзар Ахматов. Ахматов дальше на Арген. То есть, Атая Джумашева. Джумашев мяч потерял. Быстро разыграет мяч в бействе. Бичкетская команда. И опять же, с пасом проблемы. Ну, я не знаю. Команды игры у алгинцев. И сейчас не наблюдается. Но мы ждем прогресса. Мы готовы ждать очень долго. Как отмечали мои коллеги в своих интервью. Алга это бренд. Алга это легенда кыргызского футбола. И печально видеть Алгу в таком состоянии. Но я думаю, что все поправится. Все улучшится. В этом году я отмечал и говорил, да, что вынуждены многие команды свои домашние матчи играть на бумаге дома, но на самом деле в гостях. Поэтому те команды, которые имеют свою базу, свою инфраструктуру, я имею ввиду Дордо и Абдешату, они соответственно лидируют в таблице в премьер-лиге. И вот этот сезон, данный сезон, который проходит, я думаю, во многих ситуациях нужно рассматривать, со многих сторон рассматривать для многих команд как переходной период. И в следующем сезоне, я думаю, многие команды добьются прогресса. И Абдешате и Дордо, и другим лидерам нашего чемпионата, я думаю, уже легко, как в этом первом круге, да, прошедшего чемпионата, который прошел первый круг, 9 матчей, так легко лидерам нашего чемпионата в матчах против аутсайдеров уже не будет. Вот, хотелось бы надеяться, чтобы больше команд, да, участвовало в чемпионской гонке, а здесь возможность, одна из редких, могла получиться у алгинцев, но опять же, ну, очень спешно действуют. Футболисты в некоторых ситуациях друг друга не понимают, и это, конечно, не позволяет, потому что те что-то, то есть алгинцев что-то создавать. Здесь хороший пас, Ахматалиев, удар, еще один удар, и, ну, здесь уже все отыграно. Ну, Ахматалиев мог сыграть более хитрее, потому что молодец, да, Руслан Амиров, не стал преждевременно забагревенно падать, а просто стал стеной перед Ахматалиевым. Ахматалиев бесхитростно перед собой ударил, и ногами Руслан Амиров этот удар отбил, эту попытку удара. И на этом все и завершилось. Казалось бы, да, в конце тайма еще один гол забьет. Гости, но этого не случилось. Еще Кербеков смотрит на резервного арбитра, ну, истеклое уже добавленное время. И после этого эпизода, после завершения этой атаки, я думаю, мы услышим сигнал о завершении первого атака. Напомним, друзья, это матч 11-го тура Кыргызской премьер-лиги. И пауза вот эта вот, связанная с играми национальных сборных, она завершилась. И теперь уже полноценно любители внутреннего первенства могут на канале ЛТР били-били-лиги следить за матчами Кыргызской премьер-лиги. Свистит арбитр к недовольству зрителей. Ждали, что завершится атака, но арбитр свистит. Руслан Амиров, шокер-беков. Счет 1-0, друзья, далеко от экранов не отходите. А в втором тайме, я думаю, будет еще более интересно, нежели в первом. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Беков. Магомед Узденов. 25-й. 26-й. Аскарбек Салиев. 32-й. Ахваталиев. 34-й. Азер Ахматов. 70-й. Катай Джумашев. Ибильджан Сахамбаев. Под 79-м номером. Также на поле появился Кайраджер Галбекулу. Под 20-м номером. Джумашев. Идет вперед. Навешивает. В сторону ворот. Но. Кяч проходит. Улетает. За лицевую линию. Главный тренер команды Ислам Ахмедов. Состав. Алги. Руслан Амиров. В 19-й. Воротах. Мистафа Юсупа. Второй. Ази Садыков. Восьмой. Гульчагит Бирюба. Девятый. Бахтяр Душебеков. Двадцатый. Тимирбулла Топая. Двадцатый. Вазбек Уткиев. Тридцат. Руслан Али Рустамов. Мирлан Бекбердинов. Семьдесят первый. И Эль Мирбек Куан Шпеков. Он играет под шестым номером. Мирбек Шабданов. Главный тренер бишкекской команды. Сегодня этот матч обслуживает в качестве главного арбитра Расбек Шагирбеков. Бирюбек Куан Шпеков. Садобакасов. Является боковыми арбитрами. Ну и резервный арбитр матча Нургазыч Чулкомбаев. Инспектор матча Юрий Ирешенко. И комиссар матча Наталья Угуремова. Для вас работает ваш комментатор. Ахтелик Джанчи. Мусабеков. Отыгрывает на Асхарбека Салеева. Хайрат Джигалбекулу. Здорово убегает от одного. От второго. Ну и Хайрат Джигалбекулу. Посмотрите. В очень хорошей форме он находится. И не зря он отыграл матчи за сборную Кыргызстана. И отыграл довольно неплохо. У него тоже имеется заслуга в том, что сборная Кыргызстана вышла в третий раунд отборочных матчей Кубка мира 2026 года. В Мексике и Канаде и в США пройдет чемпионат мира 2026 года. Ждем. Ну а совсем скоро, если бы точнее сегодня ночью, стартует чемпионат Европы, друзья. Ой, ой, ой. Здесь по ногам, получается, здесь футболистов. Адышатэ. Авазбекут Киев. Немного запоздал, да? Со своим броском. И... Бегджан Сагамбаев. С повреждением. Прихрамывает, да? Вот. Наступил, кажется, на ногу Бегджану Сагамбаеву. Авазбекут Киев. Салиев. Айзар Ахматов. Верхом следует передача вперед. Ошибся Айзар с пасом. Айзар Ахматов. Садыков. Байман Гумарбайулу. Назад отыгрывает на Руслана Амирова Байман. Ну и болельщиков, как я уже предполагал, в втором тайме стало побольше. Отличная поддержка у Каннской команды всегда имеется. Атай Джумашев опустился ниже. Поменялись они флангами с Харятом Джигалбека Муло. Если первый тайм Джумашев отыграл справа, видимо, он ушел налево, где играл Нурланбек Сарахпаев в первом тайме. Амиров. Садыков. Дешебеков. Переводит направо. Неточный пас. Бигджан Сагамбаев первым на мяча оказывается. И отдает передачу в сторону Атая Джумашева. Бигбердином здорово опередил соперника. Перехватил мяч на Откеева. Откей смещается в центр. Ошибается Азбек. Мирбек Ахматалиев идет сам вперед против Мустафы Юсупова. Без бороды Юсупова не узнать. Да, вот. Привыкли мы к тому, что Юсупов всегда ходил с бородой. Вот сейчас видим, что он побрился. И да, я даже вот когда на матче сортовал, я даже его не узнал. Тжалбекула. Мусабеков. Айзар. Треугольник разыграют здесь футболисты Каннской команды. Мусабеков. Мусабеков на Салиева. Салиев возвращает на Азимазарова мяч. Казалось бы, да, вот старт второго тайма В сторону Топаева был пас Быстрый, раз быстро отозрели мяч Футболиста Алге Но задумка не удалась Сахмбаев Садыков Юсупов Верхом следует передача Много верховых передач Из-за своей половины В исполнении футболистов Алге Это все ни к чему не приводит Потому что Азим Азаров и Асхарбек Салеев Прекрасно чувствуют себя в паре Защитников Экспериментальная, как бы сказать, пара защитников Перехват Установ Ющебеков Назад Садыков В касание налево Гульчигит Берюбаев с мячом Проникает в штрафную площадь Ушел Ударит поворотом И гол, друзья Алга забивает гол И делает это Гульчигит Берюбаев Еще один футболист, в сторону которого вопросов не возникает Продолжает он выступать на высочайшем уровне И смотрите, как все правильно, все классно сделал Раскачал оппонента И пробил точно под правую штангу Под дальнюю штангу И Гутмангат Рубейков остался не у дел 1-1, друзья Вот так вот начинает Алга За каждое вот такое вот результативное действие Залгинцев хочется порадоваться Как за команду, которая Столкнулась с проблемами в начале сезона Ну, я надеюсь, что эти проблемы Остались позади Ну что ж, команда начинает все заново Я думаю, что сейчас Абдушата усилит Свои Свои натиск на ворота оппонента Мусабеков Верхом следует пас Ахматалиев Берюборится в центре Мус Юсупов Аут Топаев Насчебеков Турсалей оказался справа Небольшими силами атакуют Алгинцы Ну, это понятно Много сил на оборону тратят футболисты Алги И вследствие некоторых решений Вследствие игры оппонента Абдушата Быстро выйти из обороны в атаку У Алгинцев не всегда получается Алгаз мячом Поувереннее себя начали чувствовать Алгинцы Душебеков Ошибка Мусабеков Джуматаев Хайрат Джигалбекуло Против него Уан Учпеков Джигалбекуло Прошел Ну, здесь прихватил за руку Уан Учпеков Оппонента Штрафной будет назначен Аргин Джуматаев Направляется в сторону мяча Именно он будет подавать Левоногий футболист Один из лучших игроков Своей команды В начале сезона Аргин Джуматаев Здорово прогрессировал Прогрессировал Седьмой номер команды Смотрим Жуматаев Навешивает Амиров Кулаками выбивает мяч На подборе Магомед Узденов Бегджан Сагамбай С мячом Неточный пас Скорее Не то чтобы неточный Никто не Пошел за этим мячом Не побежал Хотя мог бы успеть Я думаю Горяча Галбекуло Садыков Бегбердинов Направо От Киев Бояман Гумарбай Уло На пару С Русланом Амировым Бояман Снова Юсупов Бегбердинов Классно пропускал Фархад Мусабейков Борется за мяч Чиргалбекуло Был во всаде Такой арбитр Поднимает свой флажок И мяч Снова оказывается У футболистов Столичной команды Киши Беков На Азиза Садыкова Юсупов Прессингует его Амирбек Ахматалеев Юсупов играет Верхом На Топаева Узденов Перехват следует Рустамов С мяча Сам идет вперед Бьет поворота Напомним По одной замене Сделали тренеру Прямиком Прямиком Друг другу Противостоят Два игрока Которые вышли На втором тайме Горят Жалбекуло Против Эльмирбеках Уваныч Пекова Кстати Заявки Волги Имеется Самаджан Атулу Игрок Конституциональной Сборной Кыргызстана По футзалу Он хорошо Играет И в большой футбол Как мне говорили Но Самаджан Атулу Талантливый Нарушение Узденов Баямагу Марабайулу Получает По ногам Пока не может Подняться За колено Держится Осторожно Не надо Конечно Готовится Замену Абдшаты Друзья Переодевается Один из футболистов Эрбол Албюджапаров Под 55 номером Игрок Фланговый Атакующий Футболист На позиции Джубашова Либо Гарятаджу Албекулу Он может сыграть Молодой футболист Ждем Узденов Перехват Классный Топаев Прошел И Прочитал Этот эпизод Азим Азаров Вот сегодня Азаров Показывает Что он Может хорошо Себя проявлять И в центре обороны Не только В опорной зоне Сколько раз Он уже сегодня Себя проявил Именно Играя На этой позиции И на этот раз Тоже Не стал Преждевременно Падать Либо же Предугадывать А просто Выставил ногу И отбил Передачу Топаева Хотя Топаев Тоже мог сыграть Более Изощренно Что ли Итак Главой На ближнюю штангу Навец Ахматалиев Первый на мяче Джумашев Борется на фланге Против Откеева Откеев Выбивает Мяч Ваут Счет 1-1 В параллельном матче Друзья Напомним В ютуб канале ЛТР Билимилим Вы можете Посмотреть Также Эту игру А также Параллельную Поэтому Включайтесь Друзья Многие требуют Любят требовать Прогресса Хорошей игры От национальной сборной Это напрямую Прямиком Зависит от уровня Внутреннего чемпионата Тоже Поэтому Чем больше Людей будут Вовлечены Во внутренние Дела нашего Чемпионата Чем больше Болельщиков Будет Я думаю Что и тем Лучше будет И для В том числе Для национальной Сборной Вот такие Справа Топаев Здорово Открылся Прострелил Удар Ай-яй-яй Какой момент Создают футболисты Алгей Выше ворот Мяч пролетает Ну и Что я и говорил Да На острие Труснали Рустамов Прекрасно Себя чувствует На опережение Он умеет действовать И вот Вот здесь Асхарбека Салиева Опередил Ударил Но Сильнейший удар Пролетел Над перекладиной Тем временем Байман Кумар Байулу Не может подняться Несколько минут Назад Он Получил Повреждение И скорее всего Не сможет Пронустричь И тем временем Замена У Абдышатэ Мирбек Ахматалиев Покидают Пределы поля И вместо него Появляется На поле Эрис Батраканов Центральный нападающий Игрок Который Сыграл В матче Против Амана В гостевом матче Сборной Кыргызстана А тем временем Байман Кумар Байулу Пока не может подняться Медики Появились на поле Сборной Кыргызстана Воспользуемся паузой Друзья Абдышатэ Из игроков Атакующего плана Могут появиться Эрбол Абджапаров Который Разминался И уже Переоделся Но кажется Ислам Ахмедов Поменял свое мнение И вышел на поле У нас А нет Все таки Эрбол Абджапаров Появился Вместо Атая Джумашева И также Видим Эрис Батраканов Появился Вместо Эрбик Ахматали Вот такая Двойная замена Со стороны Ислама Ахмедова Камарбайулу Готов продолжить Да Вот появился Он на поле Получил он Помощь от медиков И встреча у нас Друзья Продолжается Посмотрим Что теперь Сможет сделать Атакующая Тройка Обновилась Да полностью Тройка От нападения У Абдышате Батраканов Абджапаров И Айраджир Голбекул Впереди Будут действовать Азаров Джуматаев Снова отыграл Назад на Азарова Азаров Выцеливает Ахматов Отличный пас На Фархата Мусабекова Мусабеков Сам идет вперед И в подкате Стелится Под ним Батраканов Но Ази Азаров Первым На мяче Оказывается Беген Сахамбаев Не очень хорошая Обработка мяча И Азар Азар Ахматов Попадает по ногам Ульджикит Борюбаев Оказался на газоне И штрафной будут разыгрывать Алгинцы Почти середина Второго тайма Друзья Счет 1-1 Казалось бы С запасом прочности Играет Абдышата Но видим Гажда Из-за Нש Не хzon Эрбюба Отличный Действующий Чемпион Возникает Может быть И Алгинцы Понимают То что Уже Отступать Некуда Навесная Передача Хотман Адербеков Первым На мяче Сразу же Включает Абдыша Парова Джуматаев Назад Бегдян Сагмбаев с мячом Айзар Ахматов Кайрат Жигал Бекуло Батраканов Ну в плане вот Вовлеченности в команду игру Батраканов конечно очень ценный футболист Он не только может на позиции Такого наконечника действовать Он и в подыгрыше неплохо себя проявляет Особенности для комбинационной игры Абдуш-Ате Такие игроки конечно полезны Сулейман Мухадов Из игроков атакующего плана Могут появиться на поле У Абдуш-Ате Также Бимр Даджинишпеков молодой Имеется из игроков атакующего плана Кого еще можно отметить Ну я думаю все Потому что Появились уже на поле И Ирболад Буджапаров И Ирнис Батраканов И Харяд Жигал Бекуло В центре поля могут появиться Тимур Чареев Ислам Меджитов В обороне Максим Дубанаев Кристиан Браузман Браузман сегодня в запасе Штрафной Кто нарушил? Мусабеков нарушил правила Против Азиза Садыхова У Алгинцев мяч У Алги кто еще могут появиться На поле Из игроков атакующего плана Ильдяр Сардарбеков Тот же Хамаджанатулу Эльзар Министикулу Азамат Баймата В запасе имеется у команды Баймаку Марбайулу Мяча Перехват Азима Азарова Здорово Азаров действует Конечно Абдужепар Фейербол Вот смотрите Молодой Талантливый игрок Аут будет Хорошая скорость у него имеется Казалось бы аут был В пользу Абдужепар Нет Арбитр Показывает что Должны вести мяч в игру Алгинцев Замена Кто там Мустава Юсупов Покидают пределы поля Здорово себя проявил Мустава Но кажется Прихраму Да уходит Мустава Юсупов Может быть И Из-за повреждения Меняет его главный тренер Кто же вместо него появляется Азамат Байматов А нет Игрок под пятым номером появился У Алгин Махсад Джахабалиев Друзья появился Центральный защитник Опытный Джуматаев Абдужепар Фейербол Мяч остается У Абдужептинцев Замена В команде Алга Вместо игрока Играть его Покадра 2 Юсупов Костока Вышел игрок Покадра Матуболит Максад Аут В пользу Алги Салиф Подтолкнул Турсонали Рустамова Из-за спины И Респект Шикербеков Назначает штрафной В пользу Бишкекской команда Азиз Судыков У мяча Не успел размяться Максад Джакабали Вот каждый паузу Он пользуется И разминается На поле Хороший пас Ой-ой-ой Не попадает Джакабали По мячу Если бы Мяч попал Если бы он попал По мячу Головой Я думаю Мяч Конечно же Заменил бы направление И сложно было бы Кукманова Дурбеку Среагировать Но По мячу Не попадает Джакабали Абдшата Выстраивает Заново Свою атаку Айзер Ахматов На правом фланге Мусабеков Азимазаров Верхом Здесь Авсай Забежал До передачи Еще Горят Джакабикулу Это было заметно И Быстро Разыграет мяч Джакабали На Азиза Судыков Асыпеков Идет вперед Откейс Неточный пас Со стороны Возьбека Кадрбеков Кажется Кадрбеков Все-таки Вернул себе Место Стартовом Пяткой сыграл Продолжаем Врывается в игру Именно с Системейки Запасных Очень ярко И Разбьет по оборотам С левой ноги Разбьет по оборотам Но мяч Пролетает Возьбеку Возьбеку Гон Скоро, совсем скоро, сегодня стартует чемпионат Европы. И наряду с матчами Кыргызской премьер-лиги, наряду с матчами Кубка Кыргызстана мы будем следить за футболом европейским. Двойная замена готовится у Алги тем временем. Покидает пределы поля Турснали Рустамов. Кто же там появляется, пока вот издалека заметить сложно. Владислав Прилепа, друзья, под 70-м номером, а также Эльдиар Сардарбеков под 11-м номером. Двойная замена состоялась, но Прилепа будет играть в центре нападения. Сардарбеков ушел на левый фланг атаки. Посмотрим. Сардарбеков, не успевает мячо. Прилепа, ставит корпус, борется впереди. Как радуются дети. Ой, момент какой! Прилепа! Совсем один в центре штрафной площади оказался. И точность ему не хватило. Может быть, и дотянулся немного, да? Замена. Орген Джуматаев покидает пределы поля в составе у Абдышаты. И вместо него появляется Тимур Чарьев под 19-м номером. Ну, усиливает оборону, да? Чарьев играет чуть ниже, нежели Джуматаев. В центре поля. Хотя бы атакующих действий от своей команды Чарьев тоже часто бывает задействовал. Салиев с мячом. Бельджан Сагамбаев. Азим Азаров. Чарьев. Вместо Берюбаева появился Сардарбеков. И вместо Руставова появился Прилепа. Вышел игрок по номерам Рустамов. По номерам 30 Рустамов. Вместо Берюбаева появился Прилепа. Зашел игрок по номерам 70 Прилепа Владислав. Чарьев с мячом. Ну, Чарьев расположился, видим, в опорной зоне. А вот Магомед Узденов ушел выше на позицию Оргена Джуматаева. Бельджан. Чарьев. Батраканов. Против двоих. Борьба за мяч. И сразу два футболиста Олги стереться в подкате. Мяч у Магомеда Узденова. Эрбол Абду Джапанов. Нарушил правила. Он прихватил оппонента, а возьми код Киева. Ну, потерял он позицию и пытался догнать мяч руками. Подтолкнул немного. Но возьми код Киева. И арбитр вынужден был реагировать. Хванчбеков. Аут. Сардарбеков отыграл на Хванчбекова. Хванчбеков назад. На Махсад коджаха Балиева. Бетбердинов подскользнулся, да, как не вовремя? И мяч потерял. Не умолкает, да, болельщики Абышаты? Большие молодцы. Весь матч, да? Слышались совоподдержки, речевки, песенки. И это очень здорово. Это вдохновляет очень многие команды, да, вот, присутствие болельщиков. Болельщики вообще являются одним из важных частей для команд. И я говорил о том, да, что, когда команды вернятся, вернутся, то есть, свои дома, свои стадионы будут проводить матчи на своих родных трибунах, то есть, на родных аренах, поддержка тоже будет, и это тоже будет влиять на игру команд. Потому что команда, прежде всего, играет ради болельщиков. Нарушение правил Ильяр Сардербеков против Хайрата Джигалбекову нарушил правила. И Руспек Шикербеков достает желтую карточку. Желтую карточку получает Ильяр Сардербеков. Чареев отыграл назад Ази Мазаров. Чареев снова. Чуть меньше 10 минут еще, друзья, остается до завершения основного времени второго тайма. Конечно же, будет и добавленное время. После матча, друзья, наслаждает, после матча, интервью главных тренеров и лучшего игрока матча. Кто же будет лучшим? Пока непонятно. Обдуша лидера, обдуша ты, как всегда, на своем высоком уровне. Ну, Эрбола Бюджепаров, да? Здорово вошел в игру. И победный гол пока что на его счету. Может быть и он. Ахматов. Узденов. Ну, Узденов, он основополагающий футболист в схеме своей команды. Тоже неплохой такой матч по качеству провел Магомед Узденов. Ахматов. Здорово. Заброс. В сторону Гарята Чаргалбекулу, Байаманг Барбайулу. Снова Айзар Ахматов. Усабеков пяткой, красиво. Чарыев. Батырканов. Ошибся с передачей. Игар Сардарбеков с мячом. Прилепа. Руслан Амиров выскакивает из ворот. Ахматов. Ахматов. В центре на Азиза Садыкова. Садыков. Дюшебеков. Не очень хороший пас, конечно, был. Саргалбекулу сам пошел вперед. Харят Чаргалбекулу против Байамана Гумарбаяулу. Двое сразу против него. Мусабеков. Чаргалбекулу. Батырканов. Задумка была хорошая. Но здесь Кумарбаяулу, конечно, здорово поставил корпус. И не дал сблизиться с мячом. Ирнисту Батырканову. Ну и Руслан Амиров тоже вышел из ворот. Вовремя. Дюшебеков. Не точный пас. Ошибка. Абдаджапаров. Кузденов. Батырканов. Левый фланг свободный, да. Мусабеков. Вверхом. Скидка. Удар. Не опасно, конечно. Ну, без вот такого вот разбега, да, вот с места. И не прыгая ударить сильно по мячу сложно. Тем более Батырканов ударил по центру. И мяч оказался ровно в руках у Руслана Амирова. Ахматов. Концовка матча, друзья. Никуда не спешат футболисты Абдышаты. Спокойно они контролируют мяч. Чарыев. Айзар Ахматов. Вытягивает, да, заманивает оппонента на свою половину футболиста Абдышаты. Айзар Ахматов и Магомед Узденов классно здесь провели эту комбинацию. Эрбал Абдышапаров снова уже в трофей площади. Назад на Фархата Мусабекова. Мусабеков бьет. Замена. Еще одного Абдышаты. Айзар Ахматов пакетит пределы поля. И появляется Амантур Шамурзаев. Бюро, который также полностью провел два матча против Малайзии и Амана. Слева он будет играть в обороне, а вот Бриджан Сагамбаев ушел направо. Ну, Сагамбаев не впервой, да, играть и справа, и слева, и в атаке. Джагалбекуло. Чарыев снова на фланг. Снова Мусабеков. Простреливает. Рикошет. Чарыев. И Джагалбекуло. Зарабатывает аут для своей команды. Видим, еще одна замена готовится у алгинцев уже в конце матча. Чуть больше пяти минут еще играть. С учетом добавленного времени. Фан Шпеков на прилепу. Ну, прилепу здесь под. Мусабеков сам идет вперед. Пробил, и как следует по мячу Фархад не попал. Замена у алги. Бегмирдинов покинет пределы поля. И вместо него... Эльзай Мелеспекулу появится. Под 17-м номером. Вот под такой... Под такой болене, да, болельщиков. Одно удовольствие. Вести игру с болельщиками. Это футбольный такой вайп, да, ощущается? Футбольная атмосфера. Зашел игрок по номерам 17. Мелеспекулу экзамен. Мелеспекулу. Направо от Киев. Направо снова следует передачу. Ну, крен имеется, да. Вот еще в первом тайме я отмечал, что... Ой-ой-ой, какое столкновение здесь. Медики должны сейчас появиться на поле. Столкновение в воздухе, оно, конечно, друзья, одно из самых неприятнейших. Да, вот смотрите, как бежит медик, да. Может, ему стоит поиграть в футбол, потому что, смотрите, как он прибежал очень быстро. Большой молодец, да. Вот в таких ситуациях, конечно, быстрота реагирования медицинского штаба, оно имеет огромное значение. Надеюсь, что все в порядке. Неприятное такое столкновение, друзья. Те, кто следят за футболом, они прекрасно знают, да, вот когда в воздухе сталкиваются то ли головами, то ли лбами. Футболисты это чревато очень такими неприятными ситуациями. Ну, по крайней мере, видим, что реагирует, да, на вопросы, на действия медиков оба футболиста. Игрок Абдышаты уже чуть приподнялся, держится за голову. А вот игрок Алгеев отсюда не видно. Встал ли он на ноги? Нет, пока что не встал, но видим, что реагирует, да, тоже. Ну, неприятное, конечно, было столкновение, друзья. Совсем скоро внедрят систему ВАР, да, вот наши арбитры пришли полностью обучением этой системе. И вот в Джалалабаде у нас скоро пройдет турнир Кафа среди юношеских команд, если я не ошибаюсь. И вот там как раз-таки впервые на территории нашей страны опробуют эту систему, систему ВАР. Это международные требования, это прогресс, который есть у всех, вообще у многих команд, популярных, да, вот, имеющих отношение к футболу в Европе, в Азии. И здорово, что и у нас скоро внедрится эта система. И в будущем система ВАР, она будет повсеместна, и в том числе в матчах внутреннего чемпионата. Но все в порядке. С игроком Абдышаты, все в порядке. И с футболистом Алгеев, что очень здорово, друзья. Уже очень неприятное такое столкновение было страшное, да? Аж у меня сердце ёкнуло. Абдышапаров. Мельспекуло. Назад на Авазбеку от Киева. От Киев. Снова налево. Азиз Сдыкап. Штрафной площадью уже. Пробил по воротам. Рикошет и угловой будет. Бахтяр Душебеков и Бельджан Сагамбаев, кажется, оказывается, столкнулись. Они пока что вне игры оба. Но готовы продолжить. Ждут они сигнала арбитра. Но вот медик Алгеев, медик Абдышаты, они мальши молодцы. Как они быстро прибежали, да, на эту ситуацию. Итак, угловой. Смотрим. Навес хороший. Все мимо мяча. Мяч остается у алгинцев. Прострел сильнейший. И вот здесь вот может контратаку устроить. Абдышата, Гайрат Джагалбекулу, разгоняется со своей половины. Сам идет вперед. Настигает его Джахабалиев. Смещается в центр. И в подкате уже Джахабалиев мяч выбивает. Эрнис Батрканов отыгрывает назад нам. Фархата, Мусабекова, Мусабеков. Назад он отыгрывает. Шамурзаев. Понравился мне Шамурзаев в играх за национальную сборную. Прямо перед стартом матча травмировался у нас Андрей Александр Мищенко. Ой, какой пас здесь с наружной стороны стопы. со стороны в исполнении Мусабекова. А здесь в атаке и лежа в садьбе. Ну так вот, Александр Мищенко и Саид Дациев и Амантур Шамурзаев вышел в стартовом составе слева в оборону сборной Кыргызстана. И воды не испортил, друзья. Талантливый игрок будущее за именно такими молодыми игроками, как Амантур Шамурзаев. Прилепа остается без мяча. Да, отрезан от команды Прилепа, но плотно действуют защитники Абдышат и Мусабеков. Идет вперед. Нарушение. Эльзар Мелеспекулу нарушил правила против него. Чарлиев. Шамурзаев. Азим Азаров. Салиев. Вот Салиев классно играет в центре. Казалось бы, да, перед стартом сезона не игрок стартал составом, но Асхарбек Салиев своими выступлениями завоевал, да, место в центре обороны своей команды. И на данный момент он игрок. Твердый игрок стартового состава. Шесть минут добавлено. Шамурзаев с мяча. Батраканов. Хорошая переписовка в касании. Все красиво смотрится. Эрбол уже справа. Идет вперед. Здорово. Прошел он оппонента. Д-3 дачу. Накарят от Жигалбека Улу. Этот пас был. Удар какой! Эй-эй-эй-эй! Гол! Друзья, Бельджан Сарымбаев. Какой гол! Никто не ожидал. Даже я, да? Ну и какой классный удар у него получился. Как он поймал мяч на ногу. И мяч по такой, как бы сказать, неординарной. Дуген оказался в воротах прям под дальнюю штангу. Вот отсюда вот прям вот все было видно, что мяч летит в створ и здорово себя показывает Бельджан Сарымбаев. Друзья, 3-1. Бывший игрок Дордоэм. Легенда. Без сомнения, Дордоэм. Игрок национальный, бывший игрок национальной сборной Кыргызстана. Бельджан Сарымбаев. Прямо перед началом сезона. Он приехал сюда и играет в стартовом составе. Истек у него контракт с Дордоэм. Не стали продлевать, а он понадобился здесь в кантинг. Бельджан Сарымбаев забивает третий гол. 3-1, друзья. Пришло время обратить внимание на турнирную таблицу. Бельджан. Белгару Ну, в турнирной таблице, друзья, Абдушатан все так же останется на своей переупозиции. 27 очков у них. Здесь еще одна атака Узденов. Ох, получил травму Узденов уже прихрамовый надавал этот пас. Не получилось у него исполнить то, что он задумал. Так вот, 27 баллов будет у Абдушаты после 10 туров. Всего лишь 3 очка потерял эта команда. И если на пятки наступает Дордо, и у них завтра матч состоится против Крыгозалтына у себя дома. Мурасу и найдет на третьей позиции. Алга остается на своей девятой позиции. То есть восьмой позиции. 7 очков в копилке. Восьмое поражение бешкекской команды будет. Две победы, одна ничья. Ну и продолжает лидировать действующий чемпион Абдушата. Абдуша Бельджан Сахбай свечет. Усабеков. Ну почти стекло уже и добавленное время, друзья. После матча интервью нас ждать, друзья. Интересно послушать, конечно, мнение Слава Ахмедова в основном мнение Мирвика Шабданова нового главного тренера бешкекской команды. Прилепа! Топаева подключает он. Бельджан Сахамбаев подкать. Вот еще один претендент на звание лучшего. Вообще сегодня оборона Абдушаты сыграла очень здорово. Без вопросов, да? Было на решение наступил на ногу оппонент Абдуша Паров. Ну и поехала видим также нога Абдушаты от Киева. Истекло уже друзья добавленное время, но была небольшая задержка времени в моменте когда забивали третий гол Абдушатенца и даст конечно разыграть этот штрафной респект Шикербеков друзья. Напомним друзья, стартовал у нас вчера 11 тур завтра также у нас еще один матч состоится затем уже матчи Кубка Кыргызстана и 12 тур тоже не за горами все летом мы будем сидеть за внутренним чемпионатом Кыргызстана Вот кейф у мяча навешивает хорошо Джахба нет, это Хумарбайулу среагировал скидывал мяч ну сделал все возможное Майман Хумарбайулу Ну и свистит арбитр друзья матч он завершен поздравляем маяканскую команду с очередной яркой победой счет 3-1 ну а алгинцев мы опять же пожелаем им чтобы все они изменили с ног на голову друзья оставайтесь с нами канал ЛТР Билим Билим для вас работала Клик Джанчи до новых встреч пока новая новая в качестве на другую вроде снимать да 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 он грудь окна Продолжение следует... 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 Продолжение следует...